Здравствуйте! С новостями культуры Хакассии познакомлю вас я, Татьяна Донцова. В Абакане с единственным концертом выступил известный московский скрипач Михаил Пачекин. Его творчество хорошо знают за рубежом, но мало на родине. Именно поэтому он стал участником федеральной программы Министерства культуры «Звезды 21 века». В проект отбирают самых талантливых молодых музыкантов России и организовывают их гастроли по стране. Для большинства зрителей это отличный шанс познакомиться с живой классической музыкой в виртуозном исполнении. Середина рабочей недели, вечер. Большой зал Республиканской филармонии полон. Пропустить концерт молодого московского скрипача Михаила Пачекина было бы непростительной ошибкой. Произведение великих композиторов Моцарта и Прокофьева в исполнении талантливого музыканта и нашего симфонического оркестра. В итоге получился удивительный по красоте концерт. Очень красиво получилось. Мне кажется, что просто слов нет. По десятибальной шкале все десять. Впечатления от услышанного, собственно, такие, какие должны быть. Потому что Моцарт – это такой легкомысленный шалопай веселый, который скачет с балла на бал. Но, не дай бог, ему становится грустно. И он попадает прямо в сердце. И тут уже никому не поздоровится. И никого не оставит равнодушным. И вот именно за эти эмоции я хочу сказать спасибо Михаилу Пачекину. Михаилу Пачекину всего 25 лет. Его карьера удачно складывается как в России, так и за ее пределами. Он успешно гастролирует по городам Западной и Восточной Европы. Музыкант неоднократно становился лауреатом и обладателем специальных призов международных музыкальных конкурсов. Одним словом, Михаилу Пачекину есть что сказать. Его исполнением восхищаются не только рядовые зрители, но и профессиональные музыканты. Моцарт – это просто божественно. Вот его вот эти все окончания мягкие, в таком стиле интересном. Ну, я смотрю вот чисто по темпу. Концерт не сильно быстрый темп, как мы привыкли слушать этот концерт. Ну, очень интересно. Скрипка просто поет. То есть, вот я вот сижу в оркестре, и я получаю очень большое удовольствие, честное слово. И вот мы его так внимательно слушали, все аккуратненько, все понятно, все его окончания, фразировка. Отдельного внимания заслуживает скрипка Михаила Пачекина. Музыканты такого уровня играют на дорогостоящих инструментах, и скрипка Михаила как раз из этой категории. Но дорогая на музыканту еще и потому, что выполнена самым близким человеком. Это скрипка, скрипка работы моего отца Юрия Пачекина 2007 года. Очень инструмент этот мне дорог, и очень я доволен его звуковыми качествами. Я выступаю иногда на инструментах работы моего отца, и иногда на уникальных инструментах итальянских мастеров 18 века. В том числе я играл на скрипках Антонио Стардивари, очень был запоминающийся опыт. Это я когда по приглашению в Мадридской консерватории. Михаил Пачекин – участник проекта Московской филармонии и Министерства культуры России «Звезды 21 века». Главная идея проекта – донести классическую музыку до всех уголков России. В рамках этой программы в Хакасии уже выступал известный пианист Вячеслав Грязнов. Проект долгосрочный, будут и другие молодые звезды. Замечательно, что в Хакасию приезжают талантливые молодые исполнители. И дело в том, что наш симфонический оркестр такого уровня достиг, что с ним вот теперь исполнители высокого уровня, высокого класса достойно представляют свою музыку, свой талант. Хочется сказать большое спасибо организаторам. Видимо, во главе состоит Министерство культуры Республики Хакасия, что они дают нам возможность увидеть, услышать прекрасные шедевры мирового значения. У музыканта такого уровня очень плотный гастрольный график. После Хакасии концерты в столице, а дальше выступления в Архангельске в рамках проекта «Звезды 21 века». Героем нашей традиционной рубрики писателей Хакасии сегодня стала Юлия Тарабарова. Она пишет стихи со школьной скамьи, но в «Союзе писателей» состоит совсем недавно, с 2013 года. Тогда же вышла в свет и первая книга молодого автора «Рябиновые бусы». Юлия Тарабарова частый гость библиотеки. Здесь она проводит встречи с читателями. На этот раз слушателями стали ученики 4 класса 25-й абаканской школы. Юлия Владимировна рассказала о своей родной школе в селе Чебаки, которой скоро исполнится 130 лет. Там она написала свои первые стихи и сказки. Творчество продолжилось и в студенческие годы. Юлия Тарабарова была членом литобъединения при Абаканском пединституте. Публиковалась в газетах, сборниках молодых авторов. Стихи в основном лирические. Стихи, сказки, легенды, проза – все есть. Я даже не знаю, как говорят, кто ты больше – поэт или писатель, или детский лирик, или детский поэт. У меня все есть. Это все неотъемлемо. Много лет Юлия Владимировна работала учителем начальных классов, поэтому второе любимое направление творчества – стихи и сказки для детей. Большинство она выкладывает на свою страничку в соцсети российских писателей. Там у нее уже 120 произведений. А сборник пока один – «Рябиновые бусы». Несколько ее произведений признаны лучшими по итогам различных литературных конкурсов и опубликованы в солидных общероссийских сборниках. Пусть слезы женщин будут лишь от лука, и пусть не будет горьких слез с обиды, не будет горьких слез разлуки, и пусть следов от слез не будет видно. Мы женщины, мы счастье заслужили, пусть дарят нам подарки и мечты. Я всем желаю, чтобы нас любили, и всем желаю, чтоб любили мы. Пусть радуют нас наши дети и улыбаются нам наши внуки, ведь наши дети – лучшие на свете, а с внуками не будет скуки. И пусть лишь лук нас заставляет плакать, пусть будет горько только лишь от лука, не будет слез обид и расставаний, не будет слез разлуки. Членом Союза писателей Юлию Тарабарову выбрали совсем недавно, два года назад, поэтому ее портрета еще нет на стене офиса писательской организации. В отчетах Союза писателей Хакаси она пока проходит как молодой автор, но очень перспективный. Бывают стихи, ну как бы признаны, рифма хорошая, но они скучноваты и как-то не лежат к душе. А вот у Юлии Владимировны стихи такие живые, поэтические, поэтичные, именно что вот находит она вот такие изюминки, и их очень приятно читать. И когда начинаешь читать, уже не оторвешься. Сейчас у Юлии Тарабаровой уже готовы несколько сказок, десятки новых стихов. Материала хватит на два сборника. Союзу театральных деятелей Хакаси исполнилось 25 лет. Четверть века эта организация объединяет самых преданных театральному искусству людей. В Союз входят не только актеры и режиссеры, но и бутафоры, художники по костюмам, столеры, все те, кто служит в театре. На юбилейном концерте побывала наша съемочная группа. На юбилейный мы приступали, здесь наш издарик, мы приперлись все равно. Союзу театральных деятелей Хакасии 25 лет. Дату решили непременно отметить. Встретиться с коллегами в неформальной обстановке получается нечасто. Тем более в Союзе состоят и те, кто делает театр за кулисами. Быть членом Союза театральных деятелей – это очень почетно, достойно, ответственно. И мне кажется, все-таки это такая особая категория людей, которые служат своему народу, искусству. И поэтому я бы сегодня в этот день пожелала им всем главное не потухать. Главное, чтобы они горели идеями, чтобы были здоровы в первую очередь. И поэтому с юбилеем всех. Союз театральных деятелей – это неформальное объединение, а реально работающая организация. Быть в СТД – значит быть всегда в русле самых современных театральных течений в масштабах страны. Возможность повышать свое мастерство и обмениваться опытом с коллегами. Что хорошо в нашем Союзе? Что мы все ощущаем наличие плеча друг друга. Что мы находимся в одном театральном пространстве. Причем не только в пространстве Хакасии, а в пространстве всесоюзного масштаба, скажем так. К нам приезжают деятели из Москвы, рассказывают о том, как у них там интересно в Москве жизнь протекает по линии театрального искусства. Показывают нам видео, рассказывают. И наши ребята ездят туда на лаборатории, на курсы. И я так думаю, это на самом деле очень хорошо. Программа театрального вечера была разнообразна. Официальную часть наполнили душевными поздравлениями коллеги и друзья Союза. В литературном блоке читали стихи великих русских и хакасских поэтов – Лермонтова, Кадышева, Кельчичакова. Коллег, членов Союза театральных деятелей с юбилеем поздравили гостей из Горного Алтая, Республики Тува и Красноярска. О других наиболее значимых событиях культурной жизни нашей республики мы расскажем в следующих выпусках программы «Культура Хакасии». На сегодня это все. Удачи вам и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok